Всем привет друзья, с вами Александр Скай и мы продолжаем играть в World of Tanks Blitz. И в этом выпуске мы с вами прокатимся на апнутом танке Маус, добавили здесь 500 единиц прочки, это реально здорово. Так и давайте сразу же загружаемся в обычный бой, и пока мы загружаемся не забудьте подписаться, поставить лайк и желательно прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Итак, ребят, что из себя представляет танк Маус? Вообще я, конечно, давно слежу за этим танком, мне он очень нравится, но играю я на нем не часто. Потому что я занимаюсь тем, что в основном выкачиваю все более новые танки и на 10 уровнях особо не задерживаюсь. Но если бы вы меня спросили, какой танк я бы, например, посоветовал прокачивать новичку, то я всегда отвечаю, это либо танк Маус, либо Е100. И может быть в каких-то ситуациях даже я бы больше рекомендовал именно танк Маус. Он вас по-любому научит игре, я не считаю плохими танками ВК-101П или 9 уровень Маушен. Я считаю, что все они реально прикольные и достойные. Так, попали мы, кстати говоря, против трех девяток, это неплохо. Поедем со средними танками здесь, потому что разделяться крайне здесь не рекомендую на этой карте. Лучше бы поехать всем на одну сторону. Так, ИС-4 у нас сюда приехал, давайте с ним и поговорим тогда. Хотя там могут в кустах стоять ПТ-шки. Или нет? Нет, одна ПТ-шка вроде в другом месте где-то засветилась. Ну давайте вкатим. ИС-4, кстати, тоже неплохо апнули. Не пробивает нас ИС-4. Так, нет, ты уже не уедешь. Блин, попадание. Ну вообще, вообще с уроном должно было быть. Не знаю, почему попадание. Видимо, слишком низко полетел снаряд. И он как бы через гусеницу получается, что прошел в землю. А не в борт ИС-4. Ну ладно, ничего страшного. Вообще, танк Маус это броня для вашей команды. И по этой причине одному держаться тоже не стоит. Лучше вы танковываете. Для ваших средних танков, для ваших легких танков, ПТ-САУ и так далее. Так, отлично. Ну этот фланг мы продавили. У меня и команда, видимо, хорошая попалась. Давайте лучше ВЗ-шку доберем, потому что он более опасен сейчас. Ой. Ну немножечко косо полетел снаряд. Хотя, орудие довольно-таки точное для тяжелых танков. Это у нас Маус Ган. И мне, в принципе, нравится это орудие. Если сравнивать там, допустим, с деструкторами советскими, то это вообще небо и земля. Так, Т-57 Хэви с той стороны. Ну вот видите, как получается, если команда разделяется. То есть ФОЧ и Т-57 Хэви поехали не со своей командой. И получается, что они оставили их практически против всей команды противников. Ну и все, конечно же, они из-за этого проиграли. ФОЧ очень был нужен на той стороне, я считаю, и Т-57 Хэви. И может быть, они бы как-нибудь с нами еще попробовали попадаться. Но в такой ситуации, как здесь, конечно же, у них просто не было шансов. 1454 урона мы нанесли. И при этом нафармили 17 тысяч кредитов. Это, по-моему, без бустера. А нет, бустер был. Окей. Ну тогда получается 7 тысяч кредитов с прем-аккаунтом без бустера. И едем дальше. И в следующем бою мы попадаем с вами на карту Форд. Попали опять против девятых. Их будет здесь целая куча. То есть 4 штуки. Но это хорошо. Там два тяжика, получается, у нас тоже. Но давайте поедем здесь на фланг тяжелых танков. Вот на этой карте действительно иногда разделение приносит какие-то свои плоды. Потому что бывает такое, что все едут в одну сторону, допустим, на фланг средних танков. Отсюда выкатываются противники, какие-нибудь там быстрые СТ-шки или тяжики. И начинают раздамаживать спину вашей ПТ-шки и всех остальных союзников. И такое бывает случается. Поэтому вот эта карта, я считаю, в этом плане она такая более сбалансированная. То есть реально здесь можно даже разделиться в каких-то моментах. И ничего в этом плохого не будет. Одна, кстати говоря, из немногих карт, на которые реально разделение приносит свои плоды. КПФПЗ нас не пробивает. Объект 263, если даст нам проехать, то я бы потанковал. Хочу немножечко упороться и попробовать прям по красоте потанковать всех подряд. Потому что Маус сейчас это реально прям такой кусок мяса, довольно-таки прочный. Блин, а вот этого я не ожидал. Я думал, что Вафля там не стоит. Получил лишний шот сейчас, но ничего страшного. ИС-7, кстати говоря, неправильно. Он пытался меня в НЛД пробить. Лучше бы он зарядил голду и стрельнул куда-нибудь в область щек. Тогда у него были бы шансы. Отлично, ИСа забрали. Вафелька едет. Здесь мы заряжаем фугас, чтобы нанести побольше урона. Еще и с перком, и с поджогом. 800 урона нанесли в итоге. Нет, ты меня не объедешь. Главное не давать себя закрутить, когда играете на Маусе. Потому что он не... Так, а вот это что было? Потому что он не такой уж и подвижный. И как бы более маневренные танки реально могут вас закрутить. Да ты издеваешься, Шеридан. Ты уже давно должен был умереть. Что за подкруточки? Ну смотрите, вот он чуточку меня коснулся и нанес себе 200 урона. Маус, если вы видите Маус в команде противника, ни в коем случае ни на каком танке его не тараньте. Потому что по-любому будет таран больше в плюс Маусу, чем вам. Особенно если вы играете на легких или средних танках, то вообще лучше даже его не касайтесь. Реально только себя раздамажите лишний раз и все. Так, и остался у нас Е50. Блин, ну не знаю, мне кажется, что Маус себя реально офигенно чувствует. Либо, конечно, просто противники не очень попадаются. Либо Маус реально теперь эффективный танк. Что-то не понял, а как ты там оказался? Он вроде здесь засветил нашего Е50, а оказался уже с той стороны. Ну, видимо, из тех кустов и быстренько объехал, окей. Ну что, 2371 урона и 14 тысяч кредитов. Но я забыл опять отключить бустер, поэтому в следующем бою уже, надеюсь, не забуду. Погнали. И в следующем бою мы попадаем с вами на карту Рудники. Попали против трех девяток и остальные десятки. Так, здесь мы поедем на гору, помогать нашим средним танкам. В основном все стычки, все бои проходят именно на этой горе. Если вы проигнорите гору всей команды и поедете в город, вон туда, в сторону базы, то, скорее всего, вы проиграете. Потому что все противники заедут на эту гору и будут безнаказанно накидывать вам оттуда сверху. Находясь как бы в более выгодном положении. Поэтому никогда так не делайте. Если видите, что ваша команда разбредается влево и вправо, то лучше напишите, что нужно держать именно эту гору. Или покажите щелчком обычным по карте. Блин, еще и не туда тыкнул, короче. Вот таким вот щелчком по карте. Так, залетаем наверх. В целом, хочется больше поиграть, конечно, в упорочках, чтобы реализовывать его броню. Это все-таки у нас танк Маус, самый бронированный танк в игре. Так, сбили нам гусеницу, но я ее чинить пока не хочу. Вроде в безопасной области находимся пока что. Так, а вот это ты меня странно пробил, потому что я вроде как в таком хорошем ромбике находился. Друзья, кстати говоря, по поводу того, какое здесь оборудование поставить. Дополнительную броню или дополнительное ХП? Здесь лучше голду зарядить, потому что в НЛД не хватает углов склонения орудия, хоть здесь и минус 8. Но учитывая, что танк вот такой весь квадратный и высокий, все равно эти минус 8 ощущаются как минус 5. Ну вот, по поводу доп. брони или доп. ХП. Напишите, как вы считаете, что лучше поставить на Маус? Вот я, я ставлю обычно доп. броню. Блин, промазал. Я считаю, что этот модуль реально решает, потому что у Мауса дофига брони и плюс 4% к тому, что уже имеется. Думаю, что могут повысить наши шансы на танкование. Да как ты под таким углом пробиваешь? Ну вот, но учитывая, что после апа у Мауса 3000 ХП, может быть и дополнительное ХП как раз таки будет тоже неплохо здесь выглядеть. Ну короче, такой, знаете, спорный вопрос. Что-то я не понимаю, как ты под таким углом... Смотрите, какой был угол. Как он под таким углом... Не, ну сейчас ладно, сейчас фугасом. Под таким углом взял и пробил вообще на изи, по-моему, даже ББшкой. Е100, ты либо, я не знаю, просто гений этого ВБРа, либо... Хрен знает, что это за подкрутки такие. 704. Попытался меня забрать. Кстати, непонятно, смотрите, как трассер прошел. То есть он попал фугасом в землю, а трассер почему-то пошел дальше. Это как так? Это что за чудеса? Ну фугасить меня, это знаешь, такое. 48 ХП снял. Отлично. 704 кому-то пишет, что он тупая крыса. Стоя как бы всю игру вон там на базе. Писать кому-то, что он тупая крыса, но это такое себе. Итак, это у нас снова победа. 3000 урона мы нанесли. Блин, опять бустер. Да ладно, третий раз забыл отключить бустер. Серьезно? 11000 я получил от бустера, в общем. Значит, получается, своих 4000 кредитов нам всего лишь дали. Но это учитывая, что мы использовали голду. И, друзья, отправляемся в последний бой. Погнали. И в четвертом бою попадаем с вами на карту Миддлбург. Против двух девяток и всех остальных десяток. Ребят, играем 4 боя, потому что в последнем обзоре я тоже сыграл 4 боя. И, вроде как, вы в комментариях позитивно к этому довольно отнеслись. Ну, знаете, будем как-то по ситуации отыгрывать. Иногда будет 3 боя, иногда 4, в зависимости от того, сколько по времени они проходят. То есть, понятно, что когда проходят 3 боя за 6 минут в целом, то есть по 2 минуты на бой, то там просто не успеешь ничего о танке рассказать. И в таком случае лучше отыграть четвертый бой. Но когда бои будут проходить по 7 минут, ясно, что и 3 боев будет вполне достаточно. Так что по ситуации. Так, ребят, на этой карте повторюсь, что нужно тоже ехать всем вместе на гору лучше всего, потому что это приоритетное направление. Отсюда будет проще накидывать по врагам, если они поедут через город. Ну, а если у них произойдет разделение, то можно просто взять на тяжелом танке, доехать до этого фланга и продавить их СТ-шки, ЛТ-шки. Вот смотрите, сейчас, да, получается, они разделились, и мы можем прям заезжать вперед и давить их в команду. Я думаю, что они свои тяжелые танки не поблагодарят за такую игру. Ставим на гусеницу батчата. Но они пытаются уже удирать, они поняли, что здесь у нас превосходство по количеству танков. Ставим еще раз на гусеницу батчата. С-7. Стоит, целится парень. Красиво, кстати, залетело без сведения. Но здесь противники, я считаю, вот они уже проиграли. Они уже проиграли эту игру, потому что разделились. Не нужно на этой карте ехать в город, это неправильно. И батчат, кстати, так красиво умер, получается, я НЛД прячу за него. Спасибо батчату, скажем. Хэвику попали хорошо в гусеницу, я думал, честно говоря, она сломается и он встанет. Но довольно крепкая оказалась гусля. А сейчас все-таки попал. Ну все, Т-57 Хэви на этом моменте умирает. И это еще одна победа. Кстати, урон с нашей помощью 1600, потому что когда вы ставите противника на гусеницу и по нему начинает накидывать ваша команда, то это вам записывается как урон с вашей помощью. И если с вашей помощью будет большой настрел, то вы даже можете за это мастера как бы получить, потому что это чуть ли не как ваш урон считается, именно когда начисляется медаль. Ладно, друзья, блин, бустер опять... Все, все, отстаньте от меня, короче, с бустером. Набил я 2796 урона и нафармил 42 тысячи кредитов с бустером и с преми-аккаунтом. Ну, кстати, в этом бою мы реально получили целую гору кредитов. Ну что, друзья, все. На этом наш обзор подходит к концу. Пишите в комментариях, как вы считаете, стал ли танк имбой. Я считаю, что нет. Танк имбой не стал, но аппа он определенно заслуживал. И он его получил. Плюс 500 к общему запасу прочности. Теперь этот танк 100% будет более актуален и в турнирах, и в обычных боях. Поэтому выкачивайте и кайфуйте на нем, потому что брони здесь целая куча. И у этого танка теперь определенно огромный потенциал в рандоме. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ставьте лайки, не забывайте проразить колокольчик. Ну, а с вами был Александр Ска. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok